Приветствую вас. Знаете, вот как это выглядит со стороны, да? Это выглядит так, что вы боитесь просто отношений. То есть это выглядит так, что отношения для вас не представляют какую-то очень такую, ну, большую ценность достаточно, большую ценность для того, чтобы, ну, вот, большую ценность для того, чтобы относиться к этому как к чему-то такому обычному, как к чему-то такому естественному, да? Вот. И, в общем-то, я полагаю, что тревога вызвана именно сверхважностью отношений для вас. Вот. Я так, по крайней мере, полагаю. Вот. Мне так, по крайней мере, кажется. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому, тут вот, я бы сказал, нужно разбираться в том, конкретно, что для вас, собственно говоря, означают отношения. Вот, что они для нас вообще значат. Вот. И, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Вот. Вот. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. Ну, вот. В каком случае? Понимаете? Да. А, пока что вы, да, вы описываете, вы описываете тревогу. Да. Это правда. То есть, вот. Ну, вы описываете действительно достаточно сильную тревогу. И, соответственно, эта тревога, да, она... Ну, с чем-то связана. Понимаете? Вот. И мне кажется, что можно поисследовать... Такую вот причину вашей тревоге. Да, мне так кажется, что можно поисследовать. Можно посмотреть... о чем говорит ваша тревога. Что... О чем она свидетельствует... Ваша тревога. Понимаете? Вот. И, соответственно, тогда уже... Тогда уже можно будет вам, наверное, и помочь. А... Пока что... Слишком мало информации. Для того, чтобы... Говорить. То есть, вы... У вас это вот тревожные ожидания. Да? Тревожные ожидания. Ага. Но вопрос заключается в том... Тревожные ожидания чего? Может быть, вам... Страшно... Допустим. То есть, эти... Ну, вот... Ну, просто отношения вам... Страшны для вас. Может быть. Такая штука. Может быть, есть... Что-то еще. То есть, ну, возможно, есть еще какие-то вещи, о которых... вы здесь, например, например, не говорите, да? О которых вы здесь не пишите, но... Тем не менее. Вот. То есть, очень много может быть вариантов на самом деле. Очень много вариантов. И мне кажется, что... поисследовать их все было бы очень... Ну, неплохо для вас. По крайней мере. Другой вопрос заключается в том... А... Хотите... Хотите ли вы этого? Вот. То есть, хотите ли вы... в этом направлении двигаться? Вот. Интересно ли вам... Себя исследовать? Если интересно, то можете пригласить и молодого человека... на сеанс психотерапии. Чтобы... Втроем... Пообщаться и поисследовать... Что и как... У вас происходит. Вот. А... Либо вы... Сами... Либо вы сами... просто... Поработаете... С... Со специалистом. Вот. И разберетесь в себе. Это... Я не думаю, что... Так уж... Прям... Сложно будет... Для... Вас... Вот. Просто вопрос... Включая в том... Готовы ли вы к этому? Хотите ли вы... Мать какая штука? Вот. Просто если... Если хотите... Просто... Если хотите... Вот. То... Это один момент... Если вы хотите... А если не хотите... Работать... В этом направлении... Тогда вам... Ну... Скорее всего... Не помочь... Вот. Потому что... Слишком... Слишком... Мало информации. Да? То есть... Вы описываете... Вы описываете... А... С одной стороны... Очень важные вещи. С другой стороны... Вы о них довольно... Ну... Довольно... Поверхностно открываете. Вот. Все-таки... 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 Об этом... А... Нужно... Более подробно... Да? Разговаривать... Вот... Вы говорите... Состою в отношениях... Семь месяцев... С прекрасным молодым человеком... Семь месяцев... Срок довольно большой... Что вас объединяет... Что вас общего... Насколько вы самостоятельны... Допустим... Друг от друга... Да? Вот... Чувствуете... Да? Это вот... Именно то... О чем я говорил... Что... Такое вот... Ощущение... Да? Такое вот... Ощущение... Что... Вы... Вы... Слишком... Превозносите... Значимость... Отношений... Слишком прямо... Превозносите... Значимость... Отношений... И... Из-за этого... Вам... Они... Отношения... В смысле... А... Кажутся... Черезчур... Важными... Хотя... На самом деле... Они... Конечно... Важны... Но... У всего есть... Как бы... Своя граница... Да? У всего есть... Как бы... Ну... Своя граница... Вот... А здесь... Такое ощущение... Такое чувство... Здесь... Что... Тут... Тут... Нет... Грани... Вот... Что... Просто... Вот... Вы... Очень... Очень... Сильно... Боитесь... Потерять отношения... Вот... И все... И... Все... Понимаете? Какая штука... Поэтому... Я вот... Думаю... Я вот... Думаю... Что... На это... Стоит... Обратить... Вам... Ваше... Ваше... Внимание... На... Такую... Вот... Ну... Можно сказать... Идеализацию... Отношений... Потому... Что... Вы... И... 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 Их... Отношения... Идеализируете... Вот. Я не могу сказать, что идеализация отношений в данном случае идёт, допустим, вам на пользу. Да, вы сами видите, как складываются ваши отношения, вы это видите, в принципе, сами. Вот. И тревога, опять же, это повышенное значение с одной стороны, и, возможно, некоторая не свобода, некоторая не свобода с другой стороны. То есть, я в отношениях, они вроде бы классные, да, отношения, но я в них как будто бы, как будто бы я в них не свободна, как будто бы я в них чувствую себя, ну, как, знаете, вот, с какой-то привязкой, что ли, да, вот такая история. И хорошо ли это для вас? Да нет, нет, нехорошо. Ну, ты делаешь тебе нехорошо. Это, это рождает, это рождает, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ к, ну, к молодому человеку. И вы себя сами тоже чувствуете вот так вот тревожно, понимаете? Вот. Ну, то есть, как бы, проблема она вот такая, такой она мне видится, такой я ее вижу, исходя из того, что вы описываете. Вот. Именно исходя из вашего, чисто исходя только из вашего текста. Вот. Я стараюсь ничего не придумывать из главы. А, так, значит, дальше. Время от времени рискать причины появляется тревога внутри, после которой я начинаю рискаться в своих мыслях, дабы понять причину переживания, благодаря чему появляются навязчивые мысли по поводу наших чувств. Смотрите. Смотрите. Во-первых, вы, значит, начинаете рискать в своих мыслях, рискаться в своих мыслях для того, чтобы понять, ну, понять природу своих переживаний. Это так не работает. То есть, в том смысле, что за чувствами нужно следить, а не рискаться в мыслях. Это первое. Да? То есть, за чувствами нужно следить. За чувствами можно проследить, да? И, ну, либо самостоятельно, вот, либо с помощью психолога, но можно. За чувствами проследить, в принципе, можно. И понять, что это за чувство, а понять, какое значение для вас это чувство имеет, что вы чувствуете и так далее. Вот. То есть, в принципе, это все реально. Но дальше, дальше вы говорите, что я начинаю испытывать навязчивые мысли о наших чувствах. Навязчивые мысли – это желание раз. Никаких, никаких ваших чувств не существует. Общих есть только ваши чувства, личные. То есть, вы не можете переживать по поводу ваших чувств как пары, потому что вы отвечаете только за свои чувства. Но вы можете вполне бояться, вы вполне можете бояться, что ваше чувство, ну, закончится, что им придет конец. Вполне можете бояться. Другой вопрос, почему, чем для вас это так страшно? Опять же, да? То есть, либо вы боитесь отношения потерять, вот, либо вы, значит, либо вы боитесь потерять отношения, либо вы, наоборот, чувствуете себя, вот, ну, не свободны. В них и хотите, например, убедиться, просто хотите убедиться в том, что вам, например, да, отношения не нужны, допустим. Ну, вот эти вот отношения, которых вы сейчас находитесь. Просто вам оно не нужно. Вы хотите себя убедить, что вам оно не нужно. Вот. Я не говорю, что вы поступаете хорошо. Вот. Но, но, это то, что вас, вот, волнует. Это то, что вас беспокоит. И вы к этому, ну, не прислушивайтесь, не прислушивайтесь к этому, я бы сказал. Вот. Хотя, момент, это такой, достаточно важный, достаточно значимый, вот. Но вы на это не обращаете внимания. Вот. И, конечно, вопрос, вопрос, он заключается в том, почему, почему вы не обращаете внимания на это. Ведь это очень важно. Так. Все началось в начале января девятнадцатого, когда я, когда я не понимал, какие чувства я сходил к этому молодому человеку, ээээ, так, я загонялось двадцать дней, с другого числа, так же быстро и несомненно, как и появилось. Ну, вот. Вопрос. Зачем? Зачем пытаться понять, что вы испытываете к человеку? Вот, именно пытаться понять это зачем? Ну, что чувствуете, что чувствуете, что ощущаете, то ощущаете. Зачем пытаться это понять? Да. Казалось бы. Но вы пытались это сделать. Вы пытались, вы пытались и, возможно, периодически пытаетесь это сделать. То есть, грубо говоря, вам очень важно, чтобы у вас были чувства к человеку. Почему? 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 Так. Почему вам это важно? Вот, я думаю, что на этот вопрос, помимо всего прочего, эээ, тоже нужно найти ответ. Как минимум, как минимум. Эээ, дальше. Нарадоваться не могла, по-моемусти не ощущая страха, тревоги и сомнений, но буквально пару дней назад вечером, словно в одну секунду, появился ужасное чувство живого человека в крутине, страх как перед экзаменом или важным разговором. Ну, это ожидание, ожидание чего-то негативного в отношениях. Либо несвободы, либо какого-то вот, ну, какого-то негативного, негативного происшествия. Если тогда я не понимал, хочу ли я быть с ним, то сейчас я понимаю, что люблю его, не хочу его терять, сделать ему больно. Интересно, где у вас мысли возникают, хочу быть с ним, не хочу его терять, почему и не хочу делать больно, а с чего вы должны быть ему делать больно? Есть какие-то сомнения, сомнения в отношениях, очевидно. Эти мысли сводят с ума, не знаю, что делать, чтобы что. Мы с ним беседовали на эту тему вроде легче, к примеру, когда смотрю наши совместные видео или фото. Подскажите как-нибудь, как можно избавиться от этой тревоги. Как быть, чтобы что, избавиться от тревоги не нужно, ее нужно раскрыть, раскрывать точнее. Ваша тревога, она пытается показать вам, что не все так гладко, как кажется на первый взгляд, не все так гладко. Вас тревоги просто пытаются показать, что есть вещи, именно вот есть вещи, на которые вам нужно обратить свое внимание. Вот предельно, да, есть такие вещи. А вы этого не делаете, как бы. Вот. То есть вы не обращаете на это свое внимание. Вот. И в результате возникают проблемы. Вот. Вот. Такие вот, например, как вот это вот ощущение, это чувство. Вот. То есть избавляться, избавляться от тревоги. Именно избавляться от тревоги. Ни в коем случае не нужно. Избавление от тревоги приведет вас к тому, что вы не будете еще, вы еще больше будете тревожиться. Еще больше, еще сильнее. Потому что чувствовать себя, вы будете меньше. Еще меньше, чем, ну, чем, чем сейчас. Ну, вот. А это, как вы понимаете, очень негативно для вас. То есть если это негативно для вас сейчас, если вы негативно на это реагируете сейчас, вы на это реагируете по сути стрессом, да, вы на это реагируете, то что будет дальше, то что будет потом? Что будет, если вы еще больше будете забивать на свои чувства, да? Вот. Поэтому я думаю так. Я думаю, нужно бережнее относиться к своим ощущениям. Нужно бережнее относиться к тому, что вы ощущаете, к тому, что вы хотите, к тому, что для вас важно. Вот. Нужно бережнее, бережнее, просто бережнее к этому относиться. Вот. И я думаю, что тогда, я думаю, что тогда проблем у вас не будет. Или если они и останутся с проблемами, то, ну, беспокоить вас они будут совершенно точно меньше. Вот. Поэтому я не рекомендую категорически не рекомендую избавляться от тревоги. Я рекомендую ее, то есть, тревогу изучать. Я рекомендую с ней работать. Я рекомендую поисследовать природу ваших взаимодействий с молодым человеком. Вот. Посмотреть, насколько вы, там, например, совместимы, насколько вы подходите друг другу. Причем это не будет, ну, не будет какой-то тест-тест, это будет просто такой вот, такая вот беседа, да? Вот. С вами. С вами, молодому человеку не обязательно. Не обязательно молодому человеку даже не обязательно быть. Вот. Ну и, возможно, если стоит с вами поговорить обоими, возможно, какие-то проблемы и страйков скроются. У меня есть опыт, когда на именно групповой, на групповой именно консультации, на групповой именно терапии люди для себя что-то вот открывали, это, в общем, те люди, которые, ну, изначально не были теми, на кого, на ком, ну, сосредотачивалась, собственно, беседа, да? Вот. И так тоже бывает, так тоже бывает, так тоже случается, и тут мне кажется, главное быть открытым, открытой, точнее, в ваших случаях, к любому опыту, который вы можете получить, вот, и, соответственно, уже думать тогда, как вы можете его, этот опыт использовать. Вот. Ну, так в любом случае я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...